Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Где жить? Вопрос для пяти тысяч сирот. Край остается актуальным. Занимаются ли решением проблемы местные власти? Дорогое здоровье! После закрытия ФАПа в селе Панкрушихинского района визит к врачу местным обходится в копеечку. Амбициозный проект «Барнаульский альпинист» в составе российской киргизской команды покорил пик Корженевского. Его высота 7 тысяч метров. Итак, больше пяти тысяч детдомовцев не могут добиться получения собственных квартир, положенных по закону. За три последних года не исполнено ни одно из 961 судебного решения. Краевые депутаты, представители Министерства строительства и социальной защиты сегодня обсуждали, как решить проблему предоставления жилья детям-сиротам. Подробности знает моя коллега Ирина Корчагина. Один из пяти тысяч. Взять в руки плакат Сергея заставила многолетние ожидания, положенные по закону квартиры. Место встречи изменить нельзя. В это самое время в здании КЗС проходит рабочее совещание по вопросу предоставления жилья детдомовцам. Сироты хотели присутствовать лично, но их не пустили. Разве что сотрудники безопасности СМИ зашли до парня. Вот так, судя по одежде, на сироту вы не похожи, конечно. Кто вас так спонсирует, вас видать хорошим человеком? Дело, конечно, не в одежде. Основная проблема, которую все признают – низкая закупочная стоимость квартир для детей-сирот. Региональное жилищное управление ориентируется на данные Алтай-Крайстата, где обозначено, что и в маленьком Заринске, и в Барнауле цена за квадратный метр новостройки одинаковая – примерно 40 тысяч рублей. Барнаульские застройщики просят хотя бы 43 тысячи. Поэтому в 2017 году в краевой столице не сдали ни одну квартиру для детей-сирот. А переезжать в Заринск, Олейск, Либийск, где застройщики готовы продавать за 40 тысяч, барнаульские сироты не хотят. А вторичный рынок жилья для них закрыт. Ранее квартиры покупались на вторичном рынке, и проблем с закупочной ценой не было. Тогда не хватало бюджетных средств. А сейчас, да, сейчас новая проблема из-за Алтай-Крайстата. Чтобы отстоять свои права, вчерашние детдомовцы неделю назад поехали в Москву. Там у них прошли встречи в приемной уполномоченного по правам человека – Генпрокуратуре и Госдуме. Им обещали провести проверку действиям местных властей. Сейчас пойдем на улицу Кузнецкий мост, в Федеральную службу судебных приставов Российской Федерации, на личный прием, отдадим наше обращение, будем обжаловать действия приставов Алтайского края. На 2018 год в краевом бюджете на жилье детдомовцам заложено 212 миллионов рублей. Еще 70 выделяет Минфин. Этих средств не хватит, признают власти. Однако они видят выход из сложившейся ситуации. Есть предложение съездить в командировку совместно с специалистами опеки, посмотреть, как эта тема реализуется в городе Новосибирске. Мы именно сегодня используем площадку законодательного собрания, чтобы собраться, посмотреть, обсудить тот опыт, положительный опыт, который есть в территории Алтайского края. Или взять на заметку опыт Бийска, где сироты, ожидая своей квартиры, живут в муниципальном общежитии. А пока власти изучают опыт других городов, бывшим детдомовцам ничего не остается, кроме как мечтать о собственном жилье. Когда нам выдадут ключи, горько шутят они, вместо обоев мы заклеим стены плакатами с наших пикетов. Ведь их хватит не на одну квартиру. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Три года и три месяца условно, а также 50 тысяч рублей штрафа. Вот такое наказание определил суд для бывшего депутата Краевого законодательного собрания Алексея Кушнарева. Его признали виновным по 171 статье Уголовного кодекса. Это незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере. С августа 2012 по июль 2016 года он, не осуществив государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в органах налоговой службы, реализовал по договорам купли-продажи 142 объекта недвижимости. Это земельные участки и жилые дома в поселке Лесной индустриального района Барнаула. В результате от незаконной предпринимательской деятельности Алексей Кушнарев получил доход на общую сумму более 123 миллионов рублей. В следствии суд установили, что Алексей Кушнарев, являясь фактически распорядителем объектов недвижимости, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность от имени подконтрольных и подотчетных ему лиц. Но таким образом мужчина не хотел портить свой образ депутата представительного органа субъекта федерации. Следователи опросили сотню свидетелей и изучили две сотни дел. Правоохранители подчеркивают, защита у обвиняемого была очень активной. Но собранных материалов дела хватило, чтобы доказать, что Кушнарев совершил преступление экономической направленности. Кроме незначительного штрафа и лишения свободы, условно суд частично удовлетворил иск прокурора на сумму в 109 миллионов рублей в пользу государства. Слишком дорогое здоровье в одном из сел Панкрушихинского района перестал работать фельдшерский-акушерский пункт. До райцентра 20 километров. И с учетом стоимости дороги визит к врачу в государственную поликлинику может обойтись больному в несколько сотен рублей. Вот только ФАП на самом деле никто не закрывал. Анастасия Дороган продолжит. С начала года мама троих малышей Алисея Ромалаева усиленно тренирует свое материнское чутье при каждой детской хворе. К примеру, несколько дней сбивала температуру младшему Ване. Не вышла, а пришлось везти к врачу. За 20 километров и за 400 рублей. При бюджете семьи в 12 тысяч. И если этот визит непредвиденный, то сколько еще плановых волнуется женщина? Даже элементарно вот эту манту. Вот представьте, сколько тут вот сейчас ребятишек. Это вот нанимать и нужно кресло. У нас вот в селе вот две машины только с креслами. Вот для таких деток. Местный ФАП перестал работать в декабре прошлого года. За дверью небольшое помещение с кушеткой, шкафом, холодильником. Там принимали жители последние 60 лет. И судя по табличке, готовы и сегодня. Расписание никто так и не снял. В селе Береговое ситуация нестандартная. Несмотря на небольшое население, закрывать ФАП никто не собирается. Но работать некому. Удивительно, но за всю историю медпункта здесь работала одна фельдшер. Как говорят жители, в небольшой поселок ни разу не приезжали даже практиканты. Не то, что молодые специалисты. В ожидании замены фельдшер так и не ушла на пенсию. Мерила давление, распознавала инсульт и даже роды принимала. Закрыла свой кабинет лишь недавно. Но теперь сама ходит по домам пациентов. И даже в то время, когда мы вели съемку, она оказалась на вызове. У бабушки есть бабушка, они ей звонят, она опять идет. Вот сегодня только сказали, что ночью опять ходила к бабушке. Вот к ее соседке делала укол. Ну бабушке с дедушкой стало плохо, одинокие. Ну кому они будут звонить? Опять же нашему ушедшему на пенсию фельдшеру. В Краевом Минздраве наш запрос о ситуации в Береговом так и оставили без ответа. Не удалось получить информацию непосредственно в Панкуршихинской ЦРБ. Возможно потому, что исполняющий обязанности главврача Олег Хорошилов совмещает ставку нарколога-психолога. И занят, чтобы ответить. Больница и сама испытывает острую нехватку кадров, так как в прошлом году уволились несколько человек. Со слов наших коллег из района газеты, сейчас главврач занимается разработкой нововведения, в рамках которого медики будут приезжать в небольшие поселения на целый день. В первую очередь в Береговое. А пока что в сервисе жителей называется только вызов скорой. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Разрушительное строительство. Барнаульцы уверены, что возведение нового моста по соседству с их домом отрицательно сказывается на его состоянии. Здание буквально за несколько дней, уверяют жители, покрылось трещинами. Вот они, разрушение. Вот видите, вся штукатурка, все отваливается. Вот они, с этой стороны у нас очень большая. Вот он, видите, дом. Мастера жалуются, местные работают по старинке с помощью молота, который вбивают сваи, добавляют. Во время толчков в здание невозможно находиться. Мебель буквально подпрыгивает, стены и потолки покрылись трещинами. В итоге разрывы растут вместе с беспокойствами горожан, которые уверяют, что их и без того аварийное здание может не выдержать таких испытаний. Подробный репортаж с улицы Малолонской смотрите сегодня после программы «Наше время» в рубрике «Коммунальный патруль». В Алтайском техническом университете планируют расширить военную кафедру. Это произойдет после мартовского визита министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сегодня рассказал ректор политеха Андрей Марков на своей первой после утверждения в должности пресс-конференции. По словам Маркова, точные даты визита министра обороны он пока назвать не может, но ждать его в ВУЗе будут, начиная с 12 марта. Сергей Шойгу планирует посетить технический университет, так как он один из немногих ВУЗов в Сибирском федеральном округе имеет военную кафедру, которая, по словам ректора, находится у федеральных властей на хорошем счету. Я думаю, что будем обсуждать, если такая возможность появится, обсуждать вопросы расширения военной кафедры, потому что раньше уже шла речь о создании центра подготовки такого офицерского и солдатского состава. Мы сейчас готовим не только офицеров, но и солдатов по разным военно-учетным специальностям. Поэтому я думаю, что мы этот вопрос постараемся обсудить и надеемся, что решим его положительно. Сейчас, по словам ректора, каждый год на кафедру поступают около 300 абитуриентов. После расширения их число может приблизиться к тысяче. Полноценный филиал военной кафедры, скорее всего, появится и в Бийске. Кстати, военка, по словам нового ректора, одно из приоритетных направлений развития ВУЗа, так же, как сотрудничество с медицинским университетом и поддержка международных программ с Китаем и Монголией, а также возобновление сотрудничества с французским регионом Франш-Конте. Андрей Марков также отметил, что АЛТ-ГТУ будет претендовать на звание опорного ВУЗа региона. Будет ли объявлен конкурс по опорному университету, пока сказать сложно, скорее всего, будет. Будем ли мы участвовать, будет конкурс, будем участвовать, безусловно. Победители определились. Грантовую поддержку в сфере культуры Края в 2018 году получат 39 проектов, а всего на конкурс было подано более 80 заявок. Самые востребованные номинации, библиотечная деятельность и народное творчество сообщает Управление по культуре. На грантовую поддержку в 2018 году из бюджета Края выделено 7 миллионов рублей. Победителей наградят 21 марта. Среди лучших, по мнению экспертов, проект «Прикасаясь к прошлому» Табунского районного краеведческого музея. Это передвижная тематическая выставка. А в Змеиногорском районе на средства гранта планируют организовать межрайонный молодежный слет волонтеров. Кроме того, поддержку получили некоторые театры Края и филармония. Они поедут с гастролями по селам региона. Все выше и выше. Барновольский альпинист Алексей Усатых в составе российско-киргизской команды «Зимний снежный барс» совершил уникальное зимнее восхождение на одну из самых высочайших вершин Евразии. Пик Корженевской. Его высота более 7 тысяч метров. «Зимний снежный барс» – амбициозный проект, участники которого поставили задачу взойти на все 5-7 тысячников бывшего Советского Союза в наиболее экстремальное время года. Непростые для подъема и летом в зимнее время вершины превращаются в практически недоступные объекты. Температура опускается ниже минус 50 градусов по Цельсию. Ветры достигают 100 км в час. Покорить все 7 тысячники зимой до сих пор не удалось ни одному альпинисту. Тем не менее, в 2016 группа взошла на пик Ленина в прошлом, на пике Ханты-Тенгри и Победы. В этом году смельчакам покорился пик Корженевской. «Походим на предвершинный гребень. Высота где-то под 7 тысяч, я надеюсь». Также альпинисты планировали в этом году взойти на другую вершину пик коммунизма, но из-за сильного ветра сделать это не удалось. По словам Алексея Усатых, восходители планируют повторить попытку следующей зимой, таким образом окончательно установив рекорд. С каждым днем наличные деньги все больше и больше уходят в прошлое. Их место прочно заняли банковские карты, дебетовые и кредитные. Но кредитка кредитки все-таки рознь. Какую выбрать, расскажут специалисты Банка Восточной. Есть параметр, про который многие забывают. Льготный период или отрезок времени, в котором вы не платите банку проценты за пользование картой. Как правило, он составляет в районе двух месяцев. Мы, шамбанки Восточной, можем вам предложить карту большой процент с льготным периодом. 180 дней, то есть полгода. Пользоваться кредитной картой и при этом не платить проценты. Это, можно сказать, мечта любого потребителя. Однако на этом возможности большого беспроцента не заканчиваются. Карта большой беспроцент обладает хорошим лимитом до 300 тысяч рублей и особенным кэшбэком. Покупая одежду и обувь, а это актуально в любой сезон, вы возвращаете на карту до 10% от потраченного. Если вы готовы сделать выбор, приходите в Банк Восточный и забирайте свою идеальную карту. Порадуйте себя приятным подарком. Милые женщины, пусть этот день, 8 марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний, станет стартом для новых начинаний, который принесет только радость и успех. Не знаете, что подарить любимой на 8 марта? Беспроигрышный вариант, конечно же, цветы. Тем более, что флористический салон «Город цветов» в преддверии праздника предлагает огромный выбор и бесплатную доставку. Оригинальные цветочные композиции порадуют любую женщину, а смелое сочетание ярких красок понравится даже самым капризным, особым. Профессиональные флористы помогут составить букет исключительно по вашему вкусу и финансовым возможностям. В «Городе цветов» есть уникальные композиции в стеклянных вазах. Такие сохранят свой внешний вид несколько лет. А милые сувениры и мягкие игрушки станут отличным дополнением к цветочному подарку. Флористический отдел «Город цветов» расположен на первом этаже ТРЦ «Пионер». И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Как стать моложе всего за месяц? Уже за месяц сыворотка «Лора-Мезоэффект» заметно уменьшает морщины, возвращая молодость. «Лоры» от компании «Эвалар» продаются в аптеках. В крае переменная облачность, ветер юго-западный умеренный днем с усилением до 16-20 метров в секунду. Ночью пока минусовые температуры, днем по весеннему тепло. В Бийске и Зминогорске плюс 8, в Камнино-Аби и Яславгороде плюс 4, в Рубцовске 5 со знаком плюс. В Белокурихе и Алийске до 9 тепла. В краевой столице ветер юго-западный умеренный днем с усилением. Температура в ночное время минус 3 градуса, днем до 7 выше нуля. Телефон редакции в Барнауле 722-440. К этому часу у меня все новости. До встречи. Александр Дорофеев на фронте с 1942 года. Был трижды ранен. В 1943 году командуя ротой, лейтенант успешно переправился через Днепр, умелыми действиями обеспечил расширение плацдарма. Одним из первых ворвался в село Разумовка Запорожской области. При отражении контратаки был ранен, но не покинул поле боя. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя увековечено на мемориале славы в Барнауле. Включен в энциклопедию Алтайского края.